Тема сегодняшнего вебинара «Подготовка к ЕГЭ. Организация работы по составлению сложного плана развернутого ответа». Проведет вебинар Чернышова Ольга Александровна, преподаватель истории и общества знания, автор пособий нашего издательства. С графиком проведения следующих вебинаров Вы, как обычно, можете ознакомиться на нашем сайте. Также можете запланировать участие и в этом случае на Вашу электронную почту за день и за час до вебинара поступит напоминание и ссылка для входа на него. Наш вебинар продлится до 16.30 по московскому времени. В чате я нахожусь под именем «Модератор». Пожалуйста, задавайте вопросы, если они у Вас возникают. Желаю всем продуктивной работы и передаю слово Ольге Александровне. И сегодня мы будем говорить о задании 28. Это задание на составление сложного плана развернутого ответа по определенной теме обществоведческого курса. Конечно, задание достаточно сложное, но, на мой взгляд, очень интересное и очень полезное. Вот именно с точки зрения выявления уровня сформированности и знаний, обучающихся по определенной теме, и умений, метапредметных умений, и владения русским языком, вот здесь связь с другими предметами проявляется. И, на мой взгляд, это очень хорошее такое задание, которое позволяет и при его отработке, то есть при отработке навыков, при организации, научении детей составлять сложный план развернутого ответа, и при контроле знаний проверить сразу большое количество компетенций. Если мы с вами будем говорить о результатах ЕГЭ 2018 года, количество детей, которые сдавали наш предмет, оно достаточно большое, и мы об этом уже говорили, я просто вот сейчас хочу вам еще раз напомнить, показать, посмотрите, ну, больше 60% всех выпускников у нас давали общество знания. В основном дети справились с ЕГЭ по обществу знанию лучше, чем в прошлом году, но есть достаточно большое количество учеников, которые не прошли порог. Вот если мы будем отрабатывать в отдельности каждое задание, и уделять внимание на уроках, то такие трудности, они будут потихонечку у нас рассасываться, самоликвидироваться, да, и в результате наши дети будут справляться с работой гораздо лучше. Ну, вот в числе тех затруднений, которые испытывали выпускники, как раз называется задание 28 на составление сложного плана развернутого ответа. И вот обратите внимание, что основные трудности у детей были по критерию 28.1, это наличие обязательных к рассмотрению пунктов плана, которые позволяют раскрыть тему по существу. И критерий 28.3, это критерий, который включал в себя корректность пунктов плана, да. Мы с вами сегодня будем говорить о новом подходе к оцениванию сложного плана развернутого ответа, о том, как сегодня звучат основные критерии по оцениванию данного задания. И я думаю, что посмотрим, какие можно использовать приемы работы с детьми на уроках, для того, чтобы научиться составлять сложный план развернутого ответа. Естественно, что вот этот вид деятельности, этот вид учебной деятельности, он применяется не только на уроках общества знания, у нас и на уроках истории активно используется данный метод работы с текстом, да. И в ОГЭ по истории есть у нас задание составить план, развернутый план по описанию конкретного события исторического или явления, да. И, в принципе, здесь вот разработчики контрольно-измерительных материалов, они соблюдают определенную преемственность. В девятом классе по обществу знанию ребята, работая с текстом, должны составить простой план текста готового в одиннадцатом классе на ЕГЭ. Здесь уже составляется сложный план развернутого ответа на определенную тему, но здесь уже по памяти, здесь уже без помощи текста. План – это четкое, последовательное представление частей содержания изученного вопроса в кратких формулировках, которые отражают тему или основную идею соответствующего фрагмента многообразия его смысловых связей. Конечно, может быть много разных видов заданий по составлению плана. И вот даже в работе ЕГЭ они могут звучать по-разному темы, которые предлагаются для раскрытия в виде сложного плана. Это могут быть такие простые планы, которые могут быть по какому-либо одному из аспектов широкой темы. Это может быть, наоборот, очень узкая тема и тема, которая объединяет несколько разнообразных понятий. Вот мы с вами сегодня поговорим о том, как в демоверсии 2019 года у нас какие подходы используются. Во-первых, мы можем сказать, что у нас изменилась формулировка самого задания. Она стала более лаконичной, более четкой, без всяких отвлечений детей на такие понятия, или на такие задания, как составить план доклада, для чего это делается, чтобы не вводить детей в заблуждение, чтобы они не делали пустые такие пункты плана, в которых, допустим, обозначено, что я сначала сделаю введение, потом сделаю заключение, потом буду рассматривать основную часть. Здесь вот все четко и ясно. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по существу тему. Ну, вот в данном случае написала тема «Форма государства». Тема может быть самая разнообразная. И обязательными условиями является то, что план должен содержать не менее трех пунктов, непосредственно раскрывающих тему, из которых два или более детализированы в подпунктах. То есть четкие указания, какие? Во-первых, составить сложный план, то есть это должно быть не конспект, не тезисы, а это должен быть план. План должен основываться на обществоведческих знаниях, то есть вот все вот эти пустые пункты или пункты, которые сформулированы из каких-то соображений обыденной жизни, да, они не будут засчитаны. Дальше. План должен раскрывать заданную тему по существу. То есть нужно, вот я дальше буду говорить, внимательно очень ученику прочитать задание и вникнуть в суть содержания, в суть темы, да, что в первую очередь необходимо указать в данной теме. И план должен содержать не менее трех пунктов, из которых два или более с подпунктами были раскрыты в подпунктах. Но дело в том, что вот вчера буквально пришел вопрос к вебинару, в котором, значит, интересовались такой вот вещью, да, сколько должно быть пунктов в плане, достаточно ли трех пунктов, да. Ну, как бы исходя из самого требования задания, да, три пункта достаточно. Но это очень рискованно, на мой взгляд. Почему? Потому что, во-первых, все это зависит от темы. Вот есть темы, которые очень хорошо раскрываются, и как бы мысль начинает развиваться, и мы можем выделить не три, а можем и четыре, и пять, и шесть, и семь пунктов. Ну, и в данном случае это совершенно несложно, и выделить подпункты соответствующие, да. Ну, вот смотрите, если у нас речь идет о форме государства, да, то в данном случае, что здесь должно быть обязательным? Обязательным должно быть содержание основных элементов формы государства. А основные элементы, это что у нас будет? Это будет форма правления, государственное устройство и политический режим, да. Дальше, что еще? Естественно, вот эти все три элемента, они должны быть раскрыты в подпунктах, да. Какие у нас бывают формы правления, да. Это монархия, и можно раскрыть в скобках или еще дальше дробить абсолютное и ограниченное, да. И республика, президентская, парламентская, смешанная. То есть вот вам первый пункт, который может обязательным быть к рассмотрению. Второй пункт, это будет у нас государственное устройство, и мы рассматриваем разнообразные формы государственного устройства, указывая при этом унитарное государство, федерацию, конфедерацию. Ну, некоторые еще указывают в некоторых учебниках, кстати, есть указания на такую форму, как содружество. Но в целом, на мой взгляд, не обязательно указывать содружество, потому что, во-первых, не все так считают, да. Во-вторых, ну, по сути дела, здесь речь о государстве как таковом не идет, а речь идет о союзе разных государств. Ну, и третий пункт будет обязательно политический режим, да, и в данном случае тоже его можно раскрыть на демократический политический режим и недемократический, указав числение демократических, либо в скобках, либо в дальнейшем в подпунктах на авторитарный и тоталитарный режимы. Вот еще был вот такой вот вопрос, обязательно ли писать определение понятия данного явления или процесса. В данном случае все зависит от того, как вы будете формулировать это понятие. Иногда, вот на мой взгляд, даже требуется, например, вот когда план посвящен такому социальному явлению, как семья, то в данном случае мы можем написать понятие семьи или определение семьи, или основные подходы к определению семьи, и раскрыть его в подпунктах, указав, что семья может рассматриваться как социальный институт, и второе, семья как малая группа. Тогда это как бы оправдано, и это может считаться одним из, если не совсем обязательных пунктов к рассмотрению, то это может рассматриваться как пункт, который необходим для того, чтобы дальше построить логику изложения и указать обязательные к рассмотрению пункты. В том случае, если у нас конкретизируется и задается более точный вопрос, например, сам план нужно раскрыть на тему семья, как важнейший социальный институт общества, то в данном случае вот как раз таки нужно будет рассматривать признаки семьи, которые соответствуют социальному институту. Естественно, в данном случае здесь будут функции обязательным пунктом плана, и в данном случае здесь обязательным пунктом плана у нас должны рассматриваться тенденции в развитии и влияния общества и государства. Далее, ну вот если говорить о форме государства, то мы вот раскрыли три основных элемента формы государства, но на мой взгляд, для того, чтобы наш план выглядел более, ну как бы логично, чтобы он более красивее смотрелся, да, я бы все-таки начала с первого пункта, который и не является обязательным, но, допустим, был бы такой, хотя в данном случае, наверное, он будет обязательным, да, понятие формы государства как сочетание трех элементов, да, и раскрыть первая форма правления, второе государственное устройство и третье политический режим, а потом уже рассматривать все по отдельности. И в конце можно завершить данный план, чем взаимное влияние различных элементов формы государства друг на друга. Ну, например, влияние формы правления на политический режим, да, или, допустим, форма государства, характеристика Российской Федерации по основным элементам формы государства. Можно закончить таким образом. То есть вот в данном случае, конечно, все зависит от той темы, которую мы будем с вами раскрывать. Изменения в оценивании. Ну, у нас в этом году сложный план развернутого ответа будет учитываться по двум критериям. 28.1 и 28.2. Ну, вот из прошлого года критерий 28.2 был убран, и вот остались те, которые раньше был 28.1 и 28.3. Да, сейчас он будет 28.2 называться. Критерий 28.1 – это раскрытие темы, он связан с теми пунктами, наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу. То есть в случае, если вот эти пункты не названы в плане, не раскрыты в подпунктах, то наш план не может получить максимальное количество баллов, или мы вот сейчас посмотрим варианты, когда вообще может быть оценен нулем баллов. Для получения максимального балла, а критерий 28.1, он у нас трехбальный в этом году, по нему можно получить 3 балла. Необходимо, чтобы оба обязательных для раскрытия темы по существу пункта должны быть обязательно детализированы в подпунктах. В случае, если у нас названы два пункта, но при этом один критерий у нас всего-навсего раскрыт в подпунктах, вернее, один критерий раскрыт в подпунктах, то по этому критерию мы получаем 2 балла, или ученик получает. И если сложный план содержит не менее трех пунктов, при этом только один пункт из обязательных для рассмотрения, и он раскрыт в подпунктах детализированы, то в таком случае ученик по этому критерию получает 1 балл. Значит, в других случаях, если ученик называет, допустим, один пункт, который обязателен для рассмотрения, но не раскрывает его в подпунктах, раскрывает другие пункты, которые он называет, то в таком случае по этому критерию выставляется 0 баллов, и этот критерий является определяющим, тогда и по критерию второму выставляется тоже 0 баллов. Ну, а критерий 28.2, это критерии по корректности формулировок пунктов и подпунктов плана, формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не содержат ошибок, неточностей, в таком случае добавляется 1 балл, и в общем максимальное количество баллов по двум критериям ученик может заработать 4 первичных балла. Ну, я хочу сказать, что это хорошая оценка данного задания, если перевести в 100-бальную систему, то это дает хорошие баллы, и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наши ребята хорошо и правильно выполняли данное задание. Ну, вот смотрите, давайте мы сейчас с вами, вот у нас поступил такой вот вопрос или предложение, можно ли будет сегодня дать несколько примеров с разбором, как в прошлый раз мы разбирали, да? Я вот подготовила для вас, уважаемые коллеги, упражнения «Поработаем экспертом» и предлагаю 4 примера плана по теме научное познание. Ну, план должен содержать не менее 3 пунктов, непосредственно раскрывающих тему, из которых 2 или более детализированы в подпунктах. Ну, и в данном случае, конечно, мы с вами вспомним сейчас, да, у нас 2 критерия. Первый критерий – это 3-бальный. Значит, максимально 3 балла ставится тогда, когда 2 обязательных к рассмотрению пункта у нас в наличии, да, и они оба рассмотрены в подпунктах. По критерию второму у нас 2 пункта названы и 1 из них рассмотрен в подпунктах. И по этому же критерию, но 1 балл ставится тогда, когда, значит, у нас назван хотя бы 1 из обязательных пунктов и он же рассмотрен в подпунктах обязательно. Во всех остальных случаях ставится 0 баллов. И второе, критерий 2-й, 28-2, это балл, который мы ставим за безошибочную формулировку пунктов, подпунктов плана, за отсутствие ошибок с точки зрения общества знания. Ну вот, смотрите, тема научное познание. Эта тема достаточно простая. И давайте вот мы с вами сейчас определимся, уважаемые коллеги. Скажите, пожалуйста, какие пункты плана здесь мы обязательно должны будем рассмотреть? Ну, пожалуйста, я жду вашего ответа. Какие? Научное познание. Ну, первое, наверное, прежде всего, прежде всего, я думаю, что мы должны будем указать, что обязательно? Признаки, да? Признаки научного познания. И я думаю, что это будет обязательный к рассмотрению пунктов. Специфические признаки научного познания. Правильно? Дальше, смотрите, еще мы должны будем указать уровни научного познания, да? Вот что еще. И, ну, методы научного познания. Вот, давайте мы с вами посмотрим и проанализируем вот этот план с точки зрения наличия обязательных пунктов для рассмотрения данной темы. Итак, особенности научного познания у нас есть стремление к объективности, специальный язык, то есть формализация, да? Особые процедуры проверки результатов. Ну, системность можно было еще указать, но, в принципе, я думаю, что здесь, как бы, не обязательно вот указывать все-все абсолютно признаки. Главное указать основные, да? И можно было бы ученику, для того, чтобы к нему не придрались, написать и другие, да? И другие признаки. В принципе, из вот данного пункта мы видим, что ученик разбирается и понимает особенности научного познания. Дальше смотрим, третье уровни научного знания. Эмпирическое знание, теоретическое. Все хорошо, правильно, да? Ну и методы, методы. Ну, вот в данном случае перечисляются разные методы. Среди них есть и методы эмпирического уровня, и методы теоретического уровня. Это право ученика было не разделять их, значит, на две группы, хотя можно было разделить и указать их по группам, да? Методы эмпирического, или эмпирические методы эмпирического уровня, наблюдение, описание, да? Научный эксперимент и методы теоретического уровня. Ну, в данном случае придираться мы к этому ответу не будем, и, на мой взгляд, ученик в данном случае справился. Ему за этот план сколько баллов мы можем поставить? Указав основные, нужно ли обязательно писать и т.д. Ну, я думаю, я бы все равно бы вот написала, но мало ли вдруг кто-то бы вот сказал, что, а вот системность, например, не указала, и в данном случае это является, ну, вот тоже основным, потому что любая наука является все-таки системным знанием, да? Хотя, в принципе, три, я думаю, достаточно будет, поэтому здесь на ваше усмотрение. Да, вот за данное, за данное написание данного плана, за данный вариант можно поставить 4 балла. Вот теперь смотрите следующий план, тоже научное познание, та же самая тема, да, у нас идет, и в данном случае ученик у нас пишет таким образом. Значит, научное познание. Первое место научного познания в жизни человека и общества. Ну, в данном случае мы понимаем, что этот пункт рассматривается как вступление, как логическое, да, вот для логического начала плана, он не будет оцениваться, значит, как, это необязательный к рассмотрению пункт, он просто необходим для того, чтобы войти в тему, скажем так, да? Дальше смотрите, история развития науки. Ну, в данном случае ученик его тоже не раскрывает, это тоже не основной, но он имеет право быть, он может быть, да. Дальше смотрим, критерий научного познания. И идет формализованное знание, стремление к получению объективного, высокая степень рационализации, обоснованность. Вот хочу обратить ваше внимание на формулировку пункта, второго пункта плана. И, наверное, вы здесь вот уже увидите, здесь вы увидите, что ученик путает критерии научного познания с чем? С признаками, да, признаками научного познания. А это разные вещи, критерии и признаки. Поэтому в данном случае уже вот у него будет что? Недочет определенный. Но этот недочет у нас будет по какому критерию? По критерию К2, который говорит нам о чем? О том, что не совсем корректно сформулирован пункт. В принципе, по сути, ничего. Это просто показывает, что ученик знает и другие еще признаки научного познания. Вот и все, что он не ограничивается этим, просто не считает необходимым их дальше перечислять. По сути дела, наверное, ничего. Ну, мы обычно пишем вот так со своими учениками. Я просто вот рассказываю, как это делаю я. Может быть, на какого-то эксперта, который будет настаивать, что системность это тоже признак, может быть, это каким-то образом повлияет. Хотя, в принципе, ученик назвал основные признаки. Вот в данном случае, возвращаясь к этому плану, у нас дальше идут, смотрите, уровни научного познания, классификация наук по предмету исследования по отношению к практике и эффективность научного познания по сравнению с другими видами познания. То есть, ну вот смотрите, какие у нас здесь пункты будут обязательными к рассмотрению. Ну, обязательным к рассмотрению у нас будут уровни научного познания, да, получается. И обязательным к рассмотрению здесь бы очень хорошо были бы признаки научного познания. Но ученик выделил, написал их как критерии, да, поэтому в данном случае по критерию 28.2 мы поставим сколько баллов ученику? Мы ему не поставим баллы, да, то есть он их теряет. И у нас в данном случае получается, что, ну, ученик может получить сколько, на ваш взгляд, вот баллов по этому плану? Нет, ноль баллов он не получит, потому что вот у нас уже есть один пункт, который рассмотрен в подпунктах. И у нас есть, по сути, раскрытие, вот, на мой взгляд, это будет два балла. Вот я бы оценила бы, да, данный пункт, потому что у нас, получается, названы подпункты, да, вот признаки, получается, научного познания. Но есть ошибка, да, и один пункт раскрытый в подпунктах. То есть вот, в принципе, два балла, да, скорее всего, это будет оценено двумя баллами. Вот такой вот план. Казалось бы, небольшая вот такая неточность, но в то же время потеря баллов. Теперь вот, смотрите, пример третий. Определение научного познания. Признаки научного познания. Теория. Подтверждение, проверка, доказательства. Третье. Виды научного познания. Эксперимент, теория наблюдения. Четвертое. Заключение. Ну вот, конечно, уважаемые коллеги, здесь мы видим сразу, что у нас не названы, вернее, названы, но не рассмотрены правильно, да, признаки научного познания. А вместо него названо, что смешанное, да, тут непонятно, что, да, тут теория, это как что элементно, теоретически так, да, дальше, что тут подтверждение, проверка, доказательства. То есть, да, вот в данном случае у нас, получается, не признаки нормально не названы, да, верно не названы, не виды научного познания тоже у нас здесь не названы, они здесь у нас перепутаны с чем? С методами познания, да, и заключение, это у нас получается совершенно пустой пункт, который, естественно, никаким образом не засчитывается, да, поэтому по вот этому пункту плана мы выставляем 0 баллов. И пример четвертый, посмотрите, пожалуйста, понятия научного познания, специфические признаки или особенности научного познания, рационализм, системность, объективность, уровни теоретические, эмпирические, классификация наук и тенденции развития научного знания. То есть, в данном случае этот план составлен правильно, в нем присутствуют два пункта, обязательные к рассмотрению, специфические особенности или признаки и уровни научного познания. И в данном случае мы за вот данный пункт можем поставить, за данный план мы можем поставить максимальное количество баллов. Нужно ли в определении понятия показывать видовую принадлежность? Ну, знаете, у нас бывают разные темы и разные, разные вот эти вот термины, разные социальные явления. Где-то, возможно, эта видовая принадлежность, она будет уместна. Да, ну вот, допустим, да, экологическая проблема, глобальная проблема современности, да, допустим, там, или, ну, помогите, вот мне сейчас просто в голову не приходит, так вот, да, вот где-то это будет уместно, но не везде. А можно, допустим, просто используя, вот где-то, говорит, в определении понятия указывать вообще не обязательно. Вот, если этого, ну, как бы оно не идет, если его не требуется. Вот, бывает так, что в самой формулировке темы вот это видовое определение, оно подразумевается. Например, семья, ну, вот, ну, в данной теме понятия научного познания мы вот здесь и никак не определяем эту видовую принадлежность, получается, в определении. А вот специфические признаки, уже вот эти видовые, мы их выделяем отдельным пунктом. Так, дальше. Значит, конечно, для того, чтобы составлять сложный план развернутого ответа по определенной теме, необходимо четко представлять себе содержание данного материала, определенную структуру. Вот здесь ученик как раз-таки и вспоминает, когда он работал с текстом параграфа с учебником, или когда он работал по определенному тексту в методическом пособии определенном. Он вспоминает, возможно, какие-то подразделы пункты этого параграфа, возможно, какие-то элементы схемы, которые мы делали на уроке, допустим, да. И поэтому, когда ученик приступает к выполнению этого задания, я всегда рекомендую просто-напросто представить себе вот тот материал, который относится к этой теме, вспомнить, возможно, страницы из учебника, страницы, тетради, конспекты и вот как бы представить себе вот этот материал. Дальше. Мысленно разделить его на определенные части, при этом вот каждая часть, она должна нести какую-то определенную основную идею, вот выделить основную главную мысль. На черновике, конечно, нужно делать все это и озаглавить каждую из частей. Там, где необходимо, там, где это можно, попытаться выделить определенные подпункты, да, которые мысли, которые раскрывают эту главную мысль. Проверить, не совмещаются, не повторяют ли они друг друга, посмотреть, правильно ли формулировки сделанных пунктов плана, подпунктов плана, нет ли каких-то ошибок, вот. Ну и, конечно, план должен охватывать именно теоретическое раскрытие темы. Нежелательно повторять одинаковые формулировки. Ну, мы с вами говорим о том, что, допустим, пункты плана, они могут быть сформулированы в назовной форме, могут быть сформулированы в вопросной форме, могут быть даже небольшие короткие тезисы. Но я всегда говорю о том, что тезисная форма, она может завести ученика в тупик, она может дать ему большое количество ошибок, и поэтому никогда не рекомендую делать план в тезисной форме. Хотя, ну, с формальной точки зрения он имеет право на существование. Потом, вот еще на что я хотела бы обратить ваше внимание, конечно, когда мы приступаем к составлению сложного плана, необходимо, что сделать, сосредоточиться на формулировке темы. Вот часто очень у нас бывают вот такие задания, они как бы осложнены несколько. Например, рассмотреть какое-то социальное явление, ну, например, образование, семью, государство, бизнес, церковь, как социальный институт. И вот поэтому нужно, что для правильного выполнения такого задания мы должны знать общие признаки социального института. Мы знаем, что социальный институт – это исторически сложившаяся форма реализации людьми важнейших социальных потребностей. И мы должны эти признаки социального института учитывать при характеристике данного социального явления. Ну, вот, если посмотреть учебник Боголюбова, да, то в нем есть вот такие общие признаки социального института. Набор социальных ролей, например, ну, вот, если речь идет об образовании, то учитель ученит родителей, да. Если речь идет о государстве, то органы государственной власти, там, распределенные, да, исполнительной власти, законодательной власти, президентов и так далее. Вот, дальше. Устойчивые модели поведения, например, определенные модели для преподавателя, допустим, педагога и кого? Учащегося, если мы рассматриваем образование как социальный институт. Дальше. Нормы, которые регулируют отношения в сфере деятельности этого института социального. Например, конституция, закон об образовании. Символика, имидж, например, если речь идет о государстве, то это государственные символы, герб, флаг, гимн, да. Если это речь идет об образовании, то здесь, возможно, форма школьная, книга, да, и так далее. Вот, базовые ценности, ну, вот, например, в образовании ими являются личность, ее права, свободы, убеждения и так далее. Ну, и вот посмотрите, допустим, если у нас дается задание рассмотреть, да, семью составить план, семья как важнейший социальный институт. Ну, вот в данном случае мы даем, первый пункт у нас будет, он будет чисто номинальный, вспомогательный, понятие семьи как исторически сложившегося основного социального института. Можно просто семья-социальный институт, да, и так далее. Дальше, второе, признаки, характеризующие семью как социальный институт. И вот в данном случае мы выбираем, смотрите, например, в семье существует набор особенных социальных ролей. Отец, мать, дочь, сестра, брат. Устойчивые модели поведения для супругов, родителей, детей. Нормы, регулирующие отношения в семье, да, конституция, семейный кодекс, моральные нормы, символ семьи, дом, мочах, любовь, уважение, чувство родительского, сыновьего долга, базовые ценности семьи. Вот, но этого будет мало. Это будет один из, скажем, правильных пунктов, обязательных пунктов к рассмотрению. Конечно, любой социальный институт, он предполагает, что важнейшие функции. И вот здесь, конечно, должны быть обязательно раскрыты функции семьи, которые отличают данный социальный институт от других социальных институтов. Репродуктивная, в первую очередь, как специфическая функция, социализация личности, социально-статусная, хозяйственно-бытовая, экономическая, досуговая и так далее. Дальше. Так как речь идет о семье как социальном институте, то, конечно, требуется установить, как связана семья с обществом, какие, ну, можно сказать, тенденции в развитии семьи можно отметить. Ну, и в данном случае, что тут у нас будет? Преобладание нуклеарных молодетных семей в современном обществе, распространение семей партнерского типа, повышение среднего возраста вступления в брак, передача части своих функций другим социальным институтам, например, ну, и другие, возможно, деформация брака, да, утрата традиционных ценностей. Дальше. Здесь же можно рассмотреть основные типы, виды семьи по составу принадлежности и власти, но это уже в данном случае, раз речь идет о семье как социальном институте, не являются обязательными к рассмотрению пунктами данного плана. Характер отношений в семье, то же самое. И политика современного российского государства по поддержке семьи, материнства и детства. Но вот обязательными к рассмотрению здесь будет пункт второй, пункт третий и пункт четвертый. То есть это те пункты, которые позволят раскрыть значение семьи в обществе, то есть роль семьи как социального института. А вот если бы мы с вами рассматривали, значит, семью как малую социальную группу, то здесь бы у нас акцент сместился на другие пункты, да, и обязательными к рассмотрению у нас бы были признаки малой группы. Мы должны были бы описать семью как малую группу, особенности малой группы, да. И в данном случае, вот тогда, конечно, признаки малой группы, это какой, межличностный характер отношений, да. Это родственные, близкие, да, отношения, основанные на браке или кровном родстве. Вот специфический признак семьи малой группы, именно данной малой группы семьи. Вот, то есть вот в таком случае совместное проживание, да, в данном случае его было. То есть, ну вот в данном случае мы смотрим и определяем уже другие пункты плана являются здесь главными. Но, по сути, все равно, я думаю, что функции семьи тоже и в семье как малой группе нужно будет рассмотреть, да. Вот, ну и остальные могут быть не раскрыты в подпунктах. То есть, вот в зависимости от того, как сформулирована тема, мы должны подбирать обязательные к рассмотрению пункты плана. Теперь, вот смотрите, у нас есть пособие по подготовке, написанию сложного плана, развернутого ответа. Я вам его покажу, значит, и в нем мы даем достаточно большое количество упражнений для того, чтобы отработать умение составлять сложный план развернутого ответа. И даем заготовки клише. Ну, вот я бы хотела просто вот обратить ваше внимание на то, что вот сами по себе, вот в таком виде, если они будут использованы учениками в их планах, они, естественно, не будут зачтены. Все они требуют чего? Адаптации к теме и все они требуют раскрытия в подпунктах. Понятие чего-то, да, это лишь вспомогательный пункт. Его можно, в принципе, и не писать, но оно служит для того, чтобы построить вот именно сам сложный план, вот эту логику изложения. То есть, чего-то начать, да. Дальше. Если речь идет о социальном явлении, то, конечно, у этого социального явления есть свои специфические какие-то признаки. Дальше. У этого социального явления могут быть какие-то элементы, то есть, может быть структура, да, этого социального явления. Это социальное явление, оно может классифицироваться по разнообразным критериям. И вот когда мы пишем классификация чего-либо, то, конечно, вот здесь ученик должен не запутаться в критериях выделения разных видов или типов, или форм, да. Например, когда мы пишем о политических партиях, да, то здесь вот тоже очень большая у нас серьезная классификация. Вот так мы пишем классификация политических партий или виды политических партий. А дальше мы должны раскрывать по какому, допустим, идеологическому критерию. И мы должны написать какие либеральные, консервативные, коммунистические, социал-демократические и так далее. Дальше по организации, да, допустим, какие-то могут быть кадровые, массовые, да. Дальше по отношению к закону, легальные, нелегальные, по критерию отношения к власти действующей, да, это правящие, оппозиционные и так далее. И вот здесь вот задача ученика не перепутать вот эти основания выделения видов, то есть критерии и сами виды, сами виды. Конечно, обязательно необходимо отметить функции, то есть для чего, или влияние этого явления на другие социальные сферы, да, и так далее. Если речь идет у нас о процессе каком-то, да, то, естественно, в процессе желательно выделить что? Структуру этого процесса, то есть кто является субъектами этого процесса, да. Дальше этапы, допустим, этого процесса или стадии этого процесса и так далее. То есть поэтому я бы хотела бы обратить ваше внимание, что вот, естественно, это не готовые планы, да, и если ученик просто вот так вот напишет, не раскрывая вот эти пункты, да, и подряд их возьмет, то это, естественно, не даст ему положительного результата. Это лишь помощь определенная, которая может быть полезна в том случае, если ученик четко представляет, какое явление или какую тему он раскрывает. Ну и, конечно, начинаем учить детей составлять планы мы с самого начала, когда еще, ну, мне кажется, даже начальная школа использует этот метод при работе с текстом, этот прием, да, такой обучающий. Очень хорошо можно запомнить параграф, запомнить прочитанный материал, если ты составляешь по нему план, да. Вот, поэтому первый шаг, конечно, это учиться составлять план по готовому тексту. В данном случае это позволяет систематизировать информацию, четко отработать формулировки и развивать вот эту зрительную память, которая необходима для того, чтобы потом данные хорошо улеглись в голове ученика, сохранились и потом были использованы. Конечно, обязательно, вот план, он, с ним должна быть очень четкая, у него должна быть четкая структура. Я всегда своих учеников, ну, как бы, направляю на то, и когда мы занимаемся, составляем сложные планы, я их ориентирую на то, что нужно оформлять план классически. Значит, первые пункты мы обозначаем римскими цифрами, а подпункты мы обозначаем арабскими цифрами, ну, или буквами. То есть это, как бы, вот создает определенную, ну, дисциплину, что ли, да, логическое построение. Дальше, ну, план можно составить по тексту как простой, так и развернутый. Причем сначала можно попросить сделать простой, а потом превратить его в сложный, добавив определенные подпункты. Формулировки планов должны быть четкими, краткими, содержать обязательную для запоминания информацию. Вот, ну, то есть, вот такие работы мы можем проводить с текстом, и это приносит определенную пользу. Ну, у нас, вот, задание по готовому тексту у нас содержится в ОГЭ по обществознанию в девятом классе, и в данном случае, конечно, ученикам нужно, поработав с текстом, выбрать основную мысль в каждом абзаце. Вот я ориентирую на то, что какое количество абзацев, такое количество и пунктов плана примерно у нас должно быть, потому что каждый абзац уже несет определенную самостоятельную мысль, определенную идею. Вот, ну, и если ученику очень сложно, опять же, это, ну, вот такая маленькая хитрость или, как сказать, ну, лайфхак, да, или как это называется. То есть, вот, если ученику трудно озаглавить абзац, то чаще всего, не всегда, но процентов 80, первое предложение абзаца, оно как раз-таки и несет в себе основную мысль данного абзаца. То есть, если у нас пособия с текстами для написания по ним плану, могут ли школьники брать из наших пособий вот эти вот тексты, чтобы приносить? Я вот сейчас немножечко хотела позже вам сказать, но у нас все наши пособия, они содержат разнообразные виды заданий. В том числе, и у нас в каждом нашем пособии, это и основная книга для ОГЭ и для ЕГЭ, 30 вариантов. Это и тематические тренинги, которые у нас есть для ОГЭ и для ЕГЭ. Это и задания высокого уровня сложности, это и задания с текстами и задания на решение познавательных задач книга. В них во всех есть тексты, подобранные по тематическому принципу, и их вы можете смело использовать на уроках. Даже если там, допустим, не написано задание, составьте план по этому тексту, вы можете сами давать такое задание каждому тексту. Они все адаптированы к уровню подготовки школьников, они все несут дополнительную смысловую нагрузку, дополняют материал учебника. И поэтому, естественно, на любом этапе урока и при изучении нового материала, и при обобщении и повторении систематизации, и при проверке знаний, вы можете использовать вот эти вот все тексты, которые у нас есть в наших пособиях. Более того, очень удобно, что вот в тематическом тренинге, в одном-другом, в задания с текстами книга и решение познавательных задач, тексты эти распределены по темам, по тематическим блокам. То есть вам будет удобно использовать, выбирать их и работать с детьми. Ну и вот еще такой шаг второй, это работа на установление логической последовательности элементов плана. То есть в данном случае можно взять готовые планы, перемешать пункты под пункты разные, да, и задача ученика будет как разобраться, вернуться к прежней логической последовательности, которая позволит изложить тему, вот скажем, логично, последовательно, как это необходимо. То есть распределить готовые пункты под пункты плана в определенной последовательности или восстановить логическую цепочку. Такие упражнения тоже есть. Есть еще вот такое упражнение, когда нужно преобразовать простой план в сложный. Но в данном случае вот приводится такой пункт юридическая ответственность, да, первый пункт понятия юридической ответственности, цели юридической ответственности. И разбирая на уроке, допустим, эту тему, мы можем на доске сразу же по ходу урока, да, записывать вот эти под пункты плана. Или ученики должны самостоятельно, допустим, слушая учителя, работая с учебником, забивать вот эти вот пропуски. Виды, да, вот цели юридической ответственности, какие здесь могут быть? Кара за совершение преступления, да. Дальше что? Восстановление справедливости, да, допустим, там. И что еще, допустим, там может быть? Воспитательная, допустим, цель, да. Дальше, смотрите, виды юридической ответственности. Опять мы с учениками рассматриваем их, характеризуем. И вот это задание, оно может быть и в качестве повторения, обобщения, систематизации знаний, которые уже были получены на прошлом уроке, допустим, может быть использована. А может быть использована по ходу изучения нового материала. А может использоваться вот так вот, быть написано, допустим, на доске. И к доске может быть вызван ученик, который должен заполнить вот эти пробелы. То есть здесь могут быть самые разнообразные варианты. Ну и виды юридической ответственности. Уголовная, административная, гражданско-правовая, дисциплинарная, ну и материальная, которая встречается у нас в трудовом праве, да. Вот. Дальше, основания для привлечения к юридической ответственности. Опять, в данном случае мы разбираем и заполняем. И принципы определения меры юридической ответственности. То есть вот такое, допустим, задание может быть использовано. Я вот сейчас вам покажу упражнение из нашей книги, которое так и называется «Составление сложного плана развернутого ответа». Она вот у нас была на обложке презентации. И я думаю, что здесь в ней вы найдете очень много интересных упражнений. Ну вот, например, упражнения такие. Определите пункты плана, которые позволяют рассмотреть указанную тему по существу. То есть те пункты, которые являются обязательными к раскрытию. И, ну, можно устно назвать возможные подпункты, а можно письменно записать. Опять же, эта работа может быть как в классе на доске, так и как в качестве самостоятельной работы с учеником. Ну вот, уважаемые коллеги, человек – биосоциальное существо. Какие здесь три пункта плана мы можем выделить в качестве обязательных? Ну, пожалуйста, напишите мне. Обязательный. Человек – биосоциальное существо. Ну? Хорошее, да. Хорошее, да. Спасибо, Андрей Петрович. В данном случае, конечно, раз мы характеризуем человека как биосоциальное существо, значит, мы должны сказать о чем? О биологической природе человека, да, охарактеризовать. Дальше. Социальная сущность человека. И, наверное, скорее всего, третий пункт будет у нас какой? Взаимосвязь и взаимовлияние. Биологического и социального в человеке. Вот это будут три у нас основных пункта, и мы должны будем раскрыть. Раз человек имеет биологическая природа человека, значит, в данном случае мы рассматриваем, что первое – человек – живой организм, да, второе – биологические потребности, вернее, потребности человека, связанные с природой, природные, да, это биологические, экзистенциальные потребности человека, да, и биологические предпосылки, да, развития человека, допустим, да, вот. Дальше. Раз мы рассматриваем социальную сущность человека, то в данном случае мы должны назвать его признаки, такие, как, что обязательность, что наличие сознания, да, дальше, что там у нас идет, способность, там, к преобразовательной деятельности, да, наличие разнообразных потребностей, возможностей хранжировать, там, и так далее мы должны выделить. Ну и взаимосвязь, здесь можно выделить в третьем пункте у нас, что при рассмотрении, можно влияние, допустим, биологической природы на социальную сущность, да, то есть и в данном случае мы можем говорить о том, что от развития состояния здоровья физического человека, от состояния его психической нервной системы зависит степень, допустим, его взаимодействия с людьми, характер взаимодействия, да, там, его активность и так далее. И в данном случае, когда мы говорим о связи социальной сущности и биологической природы, мы тоже можем говорить о том, что при помощи различных социальных действий, социальных способов, человек может преобразовать, преодолеть некоторые недостатки биологической, своего состояния здоровья, допустим, он может сконструировать свою внешность, в соответствии со своими запросами, да, он может преодолеть путем самовоспитания, там, излишнюю нервозность, ну и так далее, то есть вот мы вспоминаем. Но в данном случае цель какая? Выделить три главных пункта, которые ученик должен, ну, он два должен обязательных, но мы выделяем здесь три, которые он должен рассмотреть под пунктах с запасом. Дальше смотрите, личность, социальная сущность человека, ну и так далее. И в данном случае вот это второе упражнение, все упражнения составлены по тематическим блокам. То есть есть по теме человек, по теме общества, по теме познания, по теме экономика, права и так далее. Следующее вот упражнение третье, когда нужно запомнить недостающие пункты плана, запомнить пробелы. Значит, в данном случае, ну вот, тема такая, допустим, идет личность в системе общественных отношений. Личность как субъект, объект общественных отношений, свойства личности. И здесь какие можно выделить, ученик должен их четко знать. Вот для того, чтобы правильно выполнить задание на составление плана, конечно, ученик должен четко представлять себе весь материал по этой теме. Наш предмет, он, пожалуй, вот ему повезло больше всех, да, ни один школьный предмет не может похвастаться таким разнообразием и объемом содержания учебного материала. И, естественно, бывает очень сложно выделить, вот вспомнить, да, для этого есть учебники школьные, да, и для этого есть наши методические пособия. Это и большой справочник по обществознанию, где очень четко собрано все по всем элементам кодификатора ЕГЭ. Это и карманный справочник маленький, да, такой вот наш справочник, несмотря на свой размер, он является тоже очень полным таким. Это и тематический тренинг, каждая тема, каждый блок содержательный, он, значит, содержит в себе первоначально теоретический материал по данному разделу. Это и вот пособие, о котором я сейчас вам говорю, книга по сложному плану развернутого ответа. Мы, авторы, тоже исходили из того, что для того, чтобы план составить, нужно четко представлять себе содержание материала. Поэтому все задания по блокам у нас притворяются определенным таким вот теоретическим материалом по каждой теме. По теме человек, там буквально 10-12 страниц, по теме общества и так далее. Я думаю, что это очень удобно для ученика, когда он будет отрабатывать вот этот весь материал, когда он будет его прорабатывать на разных заданиях, ну, в том числе и на составлении сложного плана. Итак, важнейшие свойства личности у нас какие будут? Сознательность, свобода и ответственность, да, допустим. Вот дальше, вот третий пункт у нас указывается первичная социализация, вторичная социализация. То есть это что будут? Это виды социализации, да, или можно назвать социализация как что? Способ формирования личности. И дальше, смотрите, модели взаимодействия личности и общества тоже. Вот важнейшее свойство личности. Характер, темперамент и способности. Нина Александровна, тип темперамента у нас характеризует человека как индивида. Почему? Потому что это природная особенность человека, это работа его нервной системы, это сильная или слабая нервная система. И тип темперамента у нас характеризует как раз таки не личность, а кого? А индивида. Вот насчет характера, я согласна, что характер это формирующееся, да, в обществе. Но если мы возьмем по учебникам, да, и не будем отходить от, скажем, такого академического раскрытия этого вопроса, то важнейшими свойствами личности как раз таки является наличие сознания, сознательность. Дальше. Свобода. Свобода, она как раз предполагает, что вот то, что человек осознает свои действия и поступки, может делать выбор. Он не находится под властью, над ним не совершается насилие, и он делает осознанный выбор. И ответственность. То есть, каждая личность несет ответственность за совершение своего поступка. Поэтому посмотрите, пожалуйста, вот по этому. Дальше смотрите. И модели взаимодействия личности и общества, да. Вот в данном случае может быть вот такой вот пункт плана. Все наши ответы содержатся в пособии. Ну вот, допустим, смотрите, еще одна тема. Игра и ее роль в формировании человеческой личности, да. Вот в данном случае игра как особый вид деятельности. Дальше уже из пункта А ясно, что это что будут признаки, да, наверное, игры как вида деятельности. И в данном случае мы можем указать, что игра носит условный характер, что для нее важен сам процесс, а не результат, да, и так далее. Вот. Ну и третий, в данном случае у нас виды игры идут, да. Ну и четвертый, функции игры. То есть, опять же, вот вы можете, вы можете вот эти планы, вот такие вот, как бы заготовочки, да, по подобию наших сделать самостоятельно. И при рассмотрении какой-то определенной темы, как раз таки обращать внимание детей на то, что является главным, то есть, что должно быть обязательным пунктом, а что является, ну, как в данном случае второстепенным. И как можно раскрыть вот эти основные пункты в подпунктах. То есть, вот таким вот образом можно поработать с ребятами. Ну, вот я хотела вам показать, обратить ваше внимание на наши книги, на наши пособия. Я вот сейчас вернусь и покажу вам. Да. Да, Галина Николаевна, это пособие уже можно приобрести. Да, оно вышло. Единственное, что я хочу сказать, что мы его выпустили в июле. И в нем, вот в этом пособии, мы даем критерии оценивания по демоверсии 2018 года. То есть, там еще присутствовал вот этот критерий 28.2 и 28.3 был. 28.1, 28.2 и 28.3. Но, по сути дела, в самом задании для учеников у нас ничего не изменилось. Изменения большие произошли вот еще раньше, когда вот ввели обязательные к рассмотрению пункты плана. Вот на обложке, да, я хочу вам показать, вот она эта книга «Сложный план развернутого ответа». Она включает в себя и теоретические материалы, и задания, упражнения для практикума, чтобы вы могли отработать с детками. И критерии оценивания, и ответы, которые, ну, содержат вот такие вот, скажем, выверенные точные планы. А есть еще вот большой справочник, о котором я говорила, да. Вот книга «30 вариантов», наша основная книга ЕГЭ 2019 года. Здесь тоже включены критерии уже по новой демоверсии и формулировки заданий идут по демоверсии 2019 года. И есть тематический тренинг, который тоже очень хорошо поможет ребенку, каждому, каждому выпускнику усвоить весь теоретический материал, построить в голове определенную систему знаний. И даст возможность, даст возможность вот логически хорошо выполнить это задание. Ну, и задание высокого уровня сложности, эта книга Пазина, она тоже содержит вот задание номер 28 и методические рекомендации по его выполнению. Ну, а вот основная вот эта книга, это сложный план развернутого ответа, которая именно посвящена конкретно этому заданию. Вот, то есть, таким вот образом. Ну, и, конечно, для того, чтобы наши ребята могли хорошенечко справляться с этими всеми заданиями, нужно как можно больше тренироваться. Ну, а тренируемся мы при наличии хороших контрольно-измерительных материалов, при наличии тренировочных пособий самых разнообразных. И вот я сейчас хочу вам показать, что в нашем пособии есть достаточно много заданий, которые связаны с составлением на разные темы. Да, и вот еще я вот то, что я говорила, да, что план может быть составлен как в назывной форме, так в вопросной форме, так и в тезисной форме. Ну, вот в данном случае перед вами вопросная форма раскрытия плана. Может быть смешанная, когда задается вопрос и ответы в назывной форме даются, да, вот как в данном случае у нас идет. Может же быть вот такая тезисная форма плана. Но в данном случае я всегда своим ребятам говорю, что не связывайтесь с ней. Она формально может быть. Если ученик все правильно сделает и нигде не ошибется, то он может получить максимальный балл. Но посмотрите, какая она громоздкая. Посмотрите, как много в ней вот таких всяких подводных камней, ловушек, где можно обязательно что-то допустить, какую-то ошибку и запутаться. Поэтому вот я своим ребятам никогда не рекомендую составлять план вот по такой форме. Поэтому вот можно сказать, показать, но не нужно этого делать на экзамене. Потратится много очень времени, возможны какие-то неточности и это совершенно не нужно. Ну и вот примеры задания 28, ну например, вот из раздела экономика. Посмотрите, у нас вот планы бывают достаточно простые, а бывают вот допустим налоги в Российской Федерации, да. Вот это простая очень тема. А вот посмотрите, например, такая предпринимательство в экономике. То есть здесь нужно не только суть предпринимательства или нисколько даже, а больше функции предпринимательства в экономике рассматривать, да. Дальше, допустим, смотрите, вот издержки в деятельности предприятия. Это тема простая. Здесь понятие издержек, да, опять же вот классификация вида издержек, да. А вот посмотрите, этика и социальная ответственность бизнеса здесь уже гораздо более сложные вопросы рассматриваются. Вот примеры задания 28 из раздела права. То же самое, потренироваться. Причем очень полезно именно составлять вот эти планы тогда, когда мы рассматриваем на уроках эту тему, то есть когда изучаем новый материал. Тогда это лучше откладывается в сознание учеников и дает им возможность лучше запомнить и потом использовать эти знания на уроке. То есть идет как бы разложение по полочкам, да, и формируется система знаний у ученика определенная. Ну и, конечно, для того, чтобы у учеников сформировались условия определенные, ну, для того, чтобы у учеников сформировался хороший результат, да, нацеленность на хороший результат. Конечно, я вот не считаю выполнение заданий, допустим, по составлению там сложного плана, по иллюстрации примерами, по раскрытию. Вообще все задания второй части общества знания, они очень и очень сложные. Они требуют разных компетенций, они требуют большого объема знаний. И поэтому сказать, что если мы на уроках будем применять вот такие типы заданий и выполнять их, то, ну, разве можно это назвать каким-то натаскиванием, да, на экзамен? Вот я считаю, что в данном случае это идет работа над чем? Мышлением учеников, над логическим построением ответа, да, все это требует, ну, таких, скажем, ну, серьезных умений. И вот мне кажется, что вот в этом плане наши задания, второй особенно части, они являются очень такими вот дифференцирующими, они способны определить сильный ученик или слабый, уже в зависимости от того, как ребенок выполняет это задание. И если вы вот табличку вот эту видели, да, в начале у нас когда была таблица, сейчас я вот, сколько у нас правильно выполняли вот эти задания. Вот у нас идет табличка, посмотрите, у нас получается 17,4% не прошло порог, да, то есть это каждый получается какой? Каждый шестой, да, вот, и вот следующий, посмотрите, обратите внимание, у нас правильно выполнили задания, вот смотрите, только 16,4%, то есть это достаточно трудное задание, очень сложное задание, чтобы выполнить без ошибок, да. И по 28,1% по критерию было тоже, посмотрите, каждый третий, только из учеников, которые выполняли это задание, смогли определить обязательные к рассмотрению пункты и раскрыть их под пунктах. Поэтому, конечно, вот это задание, оно требует тренировки, но оно еще и очень полезно вообще с точки зрения усвоения школьного, а потом даже вообще уметь представить какой-то материал в виде плана, спланировать свою деятельность по определенным этапам. Это ведь очень важные компетенции, которые необходимы современному человеку, и поэтому, вот, я еще раз хочу сказать, что выполнение вот этих заданий, оно очень полезно для наших учеников. Ну вот, уважаемые коллеги, то, что я вам сегодня хотела рассказать по теме, и еще хотелось бы вот обратить на что внимание, что, как обычно, у нас, наше издательство, это уже вошло в хорошую традицию, оно дает возможность вам поработать с нашими пособиями. Мы приглашаем вас на наши вебинары, которые по плану будут проходить. В этом году у нас это последний вебинар, завершающий в этом календарном году, и мы встретимся с вами уже после Нового года. Присылайте, пожалуйста, свои пожелания, вопросы, мы будем очень рады ответить на них. И книги наши вы можете посмотреть в книжных магазинах своего города, на нашем сайте в интернет-магазине. Хорошая традиция стала, это вот 30-процентная скидка на все пособия по всем предметам, не только по истории общества, знанию. Вот для этого вам нужно будет заказать книги в нашем интернет-магазине и ввести вот код, который стоит перед вами, сложный план. И вы можете также привлечь своих коллег по другим учебным предметам, рассказать им о наших вебинарах, и они могут воспользоваться тоже вот той скидкой, которая у вас есть, если присоединяться к вам. Ну и спасибо вам за внимание. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Спасибо за благодарность. На вопросы вы ответили в ходе вебинара. Вот сейчас наши слушатели и постоянность, иди них присутствуют. Да, очень приятно видеть знакомые фамилии и вспоминать людей, которых ты видела действительно реально на встречах, на семинарах, которые в разных городах нашей страны проходят. Поэтому, уважаемые коллеги, я с удовольствием общаюсь с вами и рада каждой нашей новой встрече. Ну а сейчас хочу поздравить вас всех с наступающим Новым Годом, пожелать здоровья, счастья, благополучия, хорошего настроения, уверенности в завтрашнем дне. Пусть все будет у вас замечательно. Ольга Александровна, я приглашаю вас в Мурманск. Далековато, конечно. Да, спасибо, в Мурманске я еще не была. Поэтому с удовольствием, если будет организована наша такая вот поездка, то, конечно, приеду и встречусь со своими коллегами. Наша страна такая огромная, в ней так много живет прекрасных людей. Я получаю большое удовольствие. Вот только недавно приехала из Казани, была в Казани, в Зеленодольске, а перед этим в Красноярске. И все время поражаюсь, удивляюсь и восхищаюсь нашими замечательными коллегами. Спасибо вам за... Ну, приходится успевать. Организовывать себя, хотя мне это очень трудно делать. Я, по сути, человек не очень организован, ну что-нибудь поделаешь. Все, спасибо за внимание. Жду вас в наших вебинарах уже в следующем, 2019 году, в январе. До свидания. Продолжение следует...